Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Предстартовые проверки и испытания проводятся по графику. Никаких серьезных проблем не возникло. Предварительная статическая проверка S4-5 была завершена в начале августа. Первые летно-приемы сдаточные испытания, предпринятые 5 августа, было прервано в 63 часа 6 минут 10 секунд из-за признаков пожара в области двигателя. Последующие расследования показали, что система обнаружения пожара вышла из строя. Вторые испытания, проведенные 12 августа, прошло успешно. Предварительный анализ данных испытаний показал, что все системы работали удовлетворительно и все цели испытаний были достигнуты. Отключение произошло с истощением блокировки на 477 секундах, как и планировалось. Проверка после стрельбы не выявила никаких повреждений стенда и вспомогательного оборудования. После постатической проверки и модернизации, сцена была снята со стенды 14 сентября и началась подготовка к отправке. 20 сентября ступень S45 покинула Сакта на борту Гупи, который недавно был сертифицирован в соответствии с правилами ФАО, и прибыл на мыс 21 сентября. К середине октября ступень будет соединена с ускорителем СА-5. Запуск Сатурна-5 запланирован на конец следующего квартала. В испытательной лаборатории Маршалла в начале этого квартала были успешно завершены динамические испытания ступени С-4, приборного блока, космического корабля Аполлон, и системы аварийного выхода для конфигурации СА-5. После снятия приборного блока С-4 стейдж и шаблона Аполлоу со стенда в середине июля началась подготовка к динамическим испытаниям СА-6. 25 июля ракета-носитель была установлена на динамическом стенде и установлены ребра. Четвертая ступень С, приборный блок и котельная плита Аполлоу, были установлены в течение двух недель. Динамические испытания всего автомобиля начались 21 августа и идут по плану. В течение квартала Fairchild Stratus продолжила разработку микрометеороидного спутника, который будет выведен на орбиту СА-9 и СА-8. Проектирование спутниковой системы передачи данных было завершено. Функция этой системы будет заключаться в сборе, хранении и подготовке к передаче на Землю данных о микрометеороидах, собранных спутником. В середине июля контрольная машина S4 Dynamics Facilities была успешно доставлена на борт ГУПИ с Атлантического ракетного полигона на западное побережье и возвращена обратно. Ракета-носитель для шестого летательного аппарата Saturn-1, СА-6, в настоящее время проходит по статическую проверку. Завершение проверки и оставшиеся работы по ракете-носителю, включая отправку, были пересмотрены в соответствии с нынешним графиком С-46. По статическую проверку теперь планируется завершить в октябре. Подготовка к отправке идет полным ходом, затем этап будет храниться в Маршал до конца декабря, когда произойдет отгрузка. Бесплатная статическая проверка ракеты-носителя для седьмого летательного аппарата СА-7 была завершена в начале сентября. Сцена уже установлена на стенде для статических испытаний и ведутся работы по загрузке топлива. Первая испытательная стрельба запланирована на октябрь. В производственной инженерной лаборатории Маршалла сборка усилителя для СА-9 продолжалась в этом квартале, установка двигателя была завершена 4 сентября. В матчу компания Chrysler Cooperation завершает сборку и установку второго этапа хвостовой части С-1-8. Установка бортовых двигателей началась в конце августа. Подвесные двигатели модифицируются. Завершение сборки этапа ожидается 30 сентября, как и планировалось. В начале сентября были собраны топливные баки С-110. Все двигатели получены и проходят модификацию. Ожидается, что поэтапная сборка будет завершена в конце следующего квартала, как и планировалось. Для С-1-11 ведется изготовление переходника второй ступени и хвостовой части в сборе, к середине сентября были получены 4 70-дюймовых топливных бака, и 105-дюймовый бак Локс, а также 2 70-дюймовых бака Локс. Ожидается, что кластеризация танков начнется в начале следующего квартала. В Мишоу в этом квартале был активирован первый контрольно-пропускной комплекс бустера. Поставка и проверка автоматического оборудования Packard Bell завершена. Комплекс состоит из компьютеров общего назначения Packard Bell 250, соединенных между собой общими элементами памяти по схеме ведущей ведомой. Аппаратное обеспечение сцены образует систему с замкнутым контуром, которая обеспечивает генерацию, коммутацию и поиск ответов, все это под управлением компьютера. Ввод оборудования в эксплуатацию запланирован на следующий квартал, а проверка С-18 начнется в середине октября. В Санта-Монике модернизация и модификация с 4-6-стейдж продолжались в течение всего отчетного периода. Перенос ступени на испытательный полигон был отложен, поэтому определенные модификации могли быть выполнены в Санта-Монике, а не в Сакто. Летно-квалификационные испытания, как ожидается, начнутся в течение октября. Этап С-47 отстает от графика из-за поздних технических выпусков и проблем с квалификационными испытаниями. Ступень С-49 перенесена на сборочную площадку и сейчас идет подготовка к началу окончательного монтажа. Начало установки С-49 по-прежнему зависит от завершения запланированных работ по С-47 сборочной башне. В Сакраменто 21 августа всесистемная машина S4 прошла два успешных испытания на загрузку топлива. Цели испытаний включали проверку работоспособности общей системы переборки, системы перекачки топлива, системы заправки LH2 и изоляции топливного бака. Пост-тестовый осмотр не выявил никаких повреждений конструкции ступени. Сборка транспортных средств для поддержки горячих стрельб началась и ее планируется завершить к середине ноября. В Marshall проверка CU-6 проходит удовлетворительно. Испытания под давлением и функциональные испытания, центровка, проверка электрической целостности и состояние были завершены. Проверка электроснабжения была временно отложена из-за изменений в распределении шир. Приборный блок готов к комплексным тестам с интерфейсом S4 и системой S1. Эти испытания начнутся в течение октября. Сборка CU-7 началась в Marshall 12 августа и продолжается удовлетворительно. Завершение сборки запланировано на ноябрь. 5 августа МЭК и Крайслер завершили переговоры по изменению нынешнего контракта S1, включив в него этапы S1-B. Измененный контракт включает в себя редизайн S1 до конфигурации S1-B, поставку 12 ступеней S1-B и сокращение необходимого количества ступеней S1 до 8. В начале июля Marshall дал указание Крайслер перепроектировать плавники S1-B. 8 заглушек ступени S1 не обеспечивали достаточного запаса устойчивости автомобилей для ручного прерывания пилотируемого космического корабля. Редизайн обеспечивает требуемую устойчивость автомобилей и снижение веса ступени S1-B на 2,5 фунта. Переговоры по контракту S4-B с Saturn-1-B в Санта-Монике были завершены 6 августа. Контракт, подписанный Дугласом 10 сентября, был представлен в штаб-квартиру НАСА для утверждения производства и поставки четырех научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, четыре этапа B-1-B. Строительство сборочного корпуса S4-B на заводе Дугласа в Хантингтон-Бич продолжается и устанавливается оснастка. Фундаменты сборочной башни уже закончены и возводится конструкционная сталь. Однако строительство отстает от графика из-за задержек и заключения контракта. В настоящее время предполагаемое начало сборки этапа 30 ноября. В АКТО компания Дуглас успешно завершила гидростатические испытания танка линкора S4-B и испытания масс-спектрометра на герметичность, а также калибровку танка. В настоящее время резервуар готовится к установке внутренней изоляции и планируется установить на первом стенде бета-тестирования в середине ноября 1963 года. В Санта-Монике идет изготовление и сборка этапа S4-B Dynamics. Общая переборка кормового купола в сборе готовится к приварке к только что законченному Т-образному кольцу. Все общие сегменты переднего купола переборки уже изготовлены и в настоящее время устанавливаются в сварочном аппарате Мэйден. Три обшивки двух цилиндров LH были закончены механической обработкой и формируются на заводе Дек в Лонд-Бич, в то время как два других подвергаются грубой обработке в Санта-Монике. После настройки фрезерного станка обшивки цилиндров будут закончены механической обработкой и отправлены на производство в Лонд-Бич. Строительство бета-комплекса для тестирования S4-B продолжается по графику. Монтаж испытательного стенда одной надстройки уже завершен, за исключением весового моста. Бетонный фундамент испытательного стенда три уже завершен, ведется монтаж металлоконструкций. Строительство контрольно-измерительного туннеля бета-1 завершено. Монтаж завершен на 90%. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok